Здравствуйте! Меня зовут Мария Титова и вы смотрите обзор спортивной прессы. Какие публикации оказались сегодня самыми интересными, я расскажу в этом выпуске. Нападающий игры Лукаш Кашпар в субботнем матче против Северстали показал, что мог бы добиться серьезных успехов и в городошном спорте. В третьем периоде Кашпар получил травму, кинул клюшкой в судью, чтобы остановить встречу и нарвался на дисквалификацию за меткость. Генменеджер Югры Андрей Потайчук в интервью в спортбокс.ру постарался объяснить действия своего хоккеиста. Этот поступок, конечно, не красит игрока, но все-таки нужно учитывать некоторые обстоятельства. Лукаш лежал на льду уже почти 15 секунд. Шайба за это время уходила в угол площадки, и арбитры могли бы остановить игру. Мы не оправдываем игрока, он и нас подвел получивать дисквалификацию, но кажется, он действовал в состоянии аффекта. И мы сразу же направили письмо в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, где признавали неправоту игрока и привели свои аргументы, почему он так сделал. Пике «Нефтехимика» оказалось настолько затяжным, что в первой декаде ноября Нижнекамский клуб перевалил за отметку 20 матчей без побед в основное время. Автор казанского издания «Бизнес онлайн» Дмитрий Белоусов шокирован таким достижением. На прошлой неделе в КХЛ обновился, казалось бы, вечный антирекорд «Спартака». С сезоном ранее «Красно-Белые» умудрились не выиграть в основное время 19 матчей подряд. На то были объективные причины, о которых все знают, поэтому «Спартак» особой критике не подвергся. С «Нефтехимиком» же происходит нечто такое, что известно только людям непосредственно внутри клуба. 22 матча без побед в основное время и последнее место в турнирной таблице называется не иначе, как ниже «Плинтуса». В коллективе разлад, только непонятно, какого характера. Такое бывает, когда игрокам не нравятся тренеры, им же не выплачивается зарплата, либо хоккеисты разделены на группы по интересам. Как сообщило швейцарское издание SwissHockeyNews, «Локомотив» заплатил уволенному тренеру Шону Симпсону неустойку в размере 1 миллион 800 тысяч долларов. Но чего не сделаешь ради счастья игроков. Достаточно послушать, как отзывается о вернувшемся в команду Дэйви Кинге нападающей лока Владислав Картаев. Когда в команде узнали, что Дэйв возвращается, обрадовались. Он приехал, зашел в раздевалку и все так оживились. Думаю, с ним мы стали играть лучше. Атмосфера изменилась в положительную сторону. Сразу вспомнили прошлый сезон. Тогда перед плей-офф он пришел, отпустил нас немного, снял напряжение, которое было в команде, дал нам свободу и многое стало получаться. Так же и сейчас он располагает к себе хоккеистов. За него хочется играть, биться. Даже когда ты ошибаешься, он не кричит и не ругает. Не отправляет сразу в запас, а отдает тебе еще шанс, ты играешь дальше. Это здорово мотивирует. Кинг умеет настроить команду. Например, на собраниях после неудачных матчей мы, конечно, разбираем ошибки, но в основном он говорит о хорошем, о том, что у нас получилось. Радуется смене главного тренера и в тракторе. Нападающий Артем Пеньковский в интервью «Комсомольской правде» рассказал, чем отличается хоккей Андрея Николишина от хоккея «Карри Киви». Стало больше единоборства и силового хоккея. Уделяется серьезное внимание работе на пятаке. Нужно забирать шайбу при отскоках и добивать ее в ворота. После тренировок Киви отпускал игроков домой, а Андрей Васильевич заставляет бежать 15-минутный кросс вокруг арены. Это позволяет восстановить забитые мышцы и добавляет организму выносливости. Наш тренер расповедует жесткий стиль игры, заставляет постоянно обострять. Еще Николишин классный мотиватор. После первого периода с локомотивом мы горели 1-3. В раздевалке все сидели ошарашенные и подавленные. Он заходит и спокойно говорит, чего приуныли. У нас часто первый период не клеится. Давайте проснемся и выиграем их. В итоге мы сравняли счет. Сибиряк Владимир Тарасенко в огне. Нападающий Сент-Луиса выдал голевую серию из четырех матчей и заслужил признание как специалист по красивым шайбам. Sports.ru без сомнений называет Тарасенко самым ярким игроком недели в НХЛ. Тарасенко находится в прекрасной спортивной форме. Он выдает ускорение в стиле Павла Буре в концовках смены и улетает от защитников на несколько метров за счет одного-двух шагов. В матчах с Дэвилс нападающий настолько превосходил соперников скорости, что несколько раз создавал себе опасные моменты, накрывая задевавшегося Жидлицки и Северсона на выходе из зоны. Смотрелось впечатляюще. В комментариях увидевший гол Тарасенко в игре с Рейнджерс сравнивали его с Павлом Доцуком, но он больше напоминает Александра Могильного образца начала 90-х. Молниеносный, коренастый, техничный и очень результативный. У другого российского таланта Евгения Кузнецова дела в НХЛ пока не лазятся. Дошло даже до кратковременной отправки в запас. Своими впечатлениями отсылки Кузнецов поделился с автором советского спорта Леонидом Варшавским. Поначалу было немного непонятно, не знал, что делать, но главное, что Вашингтон победил. У меня был разговор с тренером, и он сказал, «Ты ничего плохого не сделал, просто у нас высокая конкуренция за место в составе, и ситуация сложилась вот так. Я считаю, конкуренция – это хорошо. Вот сейчас я не играл, но мне обязательно дадут шанс. Буду доказывать, почему нет. Я за этим и приехал в НХЛ, чтобы бороться и научиться играть в этот хоккей». В Канаде стартовала традиционная суперсерия, в которой молодежная сборная России встречается со сборными трех главных юношеских лиг Северной Америки. Комментатор Алексей Пишнин рассказал, как комплектовалась российская команда. Возвращение на пост главного тренера Валерия Брагина означает возврат к его испытанной схеме работы, согласно которой за океан не едут железные кандидаты, которых проверять нет особой надобности. Поэтому не увидим мы в этих встречах постоянно и многоиграющих КХЛ Илью Сорокина, Владислава Каменева, Павла Бучнеевича, Артема Пеньковского, Александра Шарова и Анатолия Голышева. К тому же первые трое сейчас и вовсе были в расположении национальной сборной на Евро-туре. Еще одна солидная группа претендентов в эти дни играла на турнире в Чехии под руководством Евгения Кришкова. Но из нее кастинг пройдут очень немногие. Ну и, как обычно, по ходу канадского турне в сборную будут привлекаться игроки, выступающие в местных юниорских лигах. Из всего этого многообразия тренерам и предстоит одобрать тех, кто в декабре-январе будет представлять Россию на чемпионате мира в Канаде. В первую встречу суперсерии россияне одержали победу над сборной западной лиги 3-2 по булитам. Главные события в матче произошли незадолго до финальной сирены. Чемпионат.ком в красках описывает ход игры. Тихое течение матча прервал выстрел Дилана Хитерингтона за 4 минуты до сирены, который хитро с кистей от борта бросил. За шестеркино вступилась штанга, а спустя еще полторы минуты шайба в наши ворота все-таки влетела. Конец? Не тут-то было. Бросились россияне на осаду ворот Комри, а спасителем команды выступил сибиряк Константин Окулов. Форвард со здоровой наглостью полез из угла площадки на пятак, чем изумил соперников. Оказался с глазу на глаз с ротарем и словно прошел его насквозь. 2-2. Казалось бы, куда еще обострять концовку? Судим, это удалось. Они удалили Коренева, после чего у наших ворот было две жарких стычки, в одной из которых Дмитрий Юдин от души настучал по физиономии изрядно доставшему россиян Ватанину, а уже под сирену Мэдисон Боу зарядил клюшкой по рукам Лещенко. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день. Всего вам доброго и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!